Минск. Дом Москвы. В столице Белоруссии заработала выставка «Обыкновенный нацизм», посвященная трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов. Выставка – это такой настоящий набат, призывающий цивилизованную часть человечества бороться со злом. Это напоминание о страшной трагедии, продолжавшейся в Донбассе и Новороссии годами. И это напоминание о том, что преступления украинских карателей не будут забыты, а сами они будут преданы суду. Основу экспозиции составляют предметы, собранные членами межмузейной группы при Минкультуре России. Участники группы и сотрудники ведущих российских музеев в ходе нескольких экспедиций на освобожденной территории Донбасса зафиксировали масштабные свидетельства преступлений, совершенные боевиками ВСУ. Уверен, что сегодняшняя выставка – это очередная страница нашей общей истории. Это дань той великой победе советского народа в годы Великой Отечественной войне, когда мы сражались, все народы Советского Союза, плечом к ключу. Уверен, что здесь мы увидим новые страницы, свидетельствующие о таком жестоком бесчеловечном облике нацизма, неонацизма. Среди экспонатов выставки – фрагменты кассетной части ракеты РСЗО «Ураган», инсталляция которой воссоздает расположение нацбатальона «Азов» на территории завода «Азовсталь» и найденный там идол языческого бога Перуна. Кроме того, на выставке наглядно показан весь ужас войны, страдания мирного населения Мариуполя, Исичанской и Волновахи, многочисленные свидетельства разрушений в результате действий ВСУ. Сегодня мы вынуждены признавать, что те, кто организует неправедную, жесточайшую систему давления на Беларуси и России, являются наследниками тех, кого разгромил советский солдат и солдат стран-общедительской коалиции в 1945 году. Выставка показывает нам абсолютно реальные факты дня нынешнего о том, как можно, попирая общечеловеческие нормы, доказывать будто бы свою правоту. Выставочный проект создали еще весной 2022 года в Музее Победы в Москве. За прошедшие полтора года он уже побывал в нескольких городах России, в том числе в Ростове-на-Дону, Нальчике, Новосибирске и Владивостоке. Знакомясь с этими экспонатами, уже нет никаких сомнений в том, что вот этот отчаг украинского неонацизма, создание которого во многом способствовали целенаправленные действия Вашингтона и других западных режимов, представляет настоящую угрозу для России, Белоруссии, для Европы и для всего мира, а в первую очередь для будущего народа Украины. Выставка подготовлена Российским историческим обществом и Музеем Победы при поддержке Фонда «История Отечества» и Президентского фонда культурных инициатив. Выставка будет экспонироваться в Русском доме в Минске с 19 декабря до конца января 2024 года. Служба информации Фонда «История Отечества». Служба информации Фонда «История Отечества»